Компания Skoda официально представили новый Kodiaq 2024 модельного года. Кроссовер стал солиднее на вид и подрос в размерах, что увеличило внутреннее пространство. Плагин гибридный силовой агрегат наконец-то доступен как часть более широкого спектра обновлений, подготовленных для второго поколения. У Skoda Kodiaq 2024 другие пропорции за счет более высокого капота и меньших площадей вокруг крыльев. Обращает на себя особое внимание сложное оформление задней стойки со вставкой серебристого цвета и выступающим спойлером. Впрочем, в базовых версиях она наверняка будет в цвет кузова. Спереди выделяется новая двухъярусная оптика, которая стала больше, более крупная решетка радиатора с подсветкой. Говоря об освещении, Skoda устанавливает свою матричную светодиодную технологию второго поколения для фар, которые теперь имеют на 50% больше световых элементов и снабжают на 15% больше светового потока. Эти умные фары стандартны для Sportline и могут сопровождаться горизонтальной световой полосой на решетке радиатора. Новый Kodiaq получил эволюционный дизайн с соединенными задними фонарями, поскольку в 2023 году они должны быть у всех автомобилей, включая дочернюю модель из Вольфсбурга. Чешский среднеразмерный кроссовер доступен с широким набором легкосплавных дисков размером от 17 до 20 дюймов, а также девяти цветов, включая новый оттенок Bronx Gold Metallic, который вы видите на экране. Салон у нового Skoda Kodiaq тоже другой. Передняя панель стала массивнее и обрела X-образную форму за счет визуального разделения на водительскую и пассажирскую секцию. Между ними находится навесной планшет мультимедиа, как у других моделей концерна последних месяцев. Стандартно оснащается 10-дюймовой информационно-развлекательной системой или опционально 13-дюймовой. У водителя есть 10-дюймовая цифровая приборная панель, которая может быть дополнена опционным проекционным дисплеем нового поколения. Из характерных функциональных новшеств. Рычаг переключения передач перенесли на рулевую колонку. На центральной консоли он не нужен, так как версий с механикой не будет в принципе. На передней панели появились переключатели Smart Dial в количестве трех штук. Это три поворотных и нажимаемых регулятора со встроенными круглыми экранами диаметром 1,25 дюйма. Внешние регуляторы позволяют водителю и пассажиру регулировать температуру системы климат-контроля, управлять вентиляцией и подогревом сидений. С помощью центрального регулятора можно регулировать громкость медиасистемы, направление обдува и другими функциями. Как и ожидалось от большого семейного внедорожника, Kodiak имеет много преимуществ. Четыре порта USB-C с мощностью 45 Вт, еще один USB-C с мощностью 15 Вт, встроенный в зеркало заднего вида. Девять динамиков. Аудиосистема Kenton с 14 динамиками является опционной, а также беспроводную зарядку на 15 Вт с функцией охлаждения для двух смартфонов. Доступны передние сидения с массажем, а также новое меню климат-контроля, которому легко получить доступ, хотя большинство физических кнопок теперь исчезли. Багажник не имеет себе равных в этом сегменте, поскольку теперь предлагается 910 литров без опускания задних сидений в двухрядной модели или на 75 литров больше, чем раньше. Если их сложить, объем вырастет до колоссальных 2105 литров, что на 40 литров больше, чем у Kodiak первого поколения. Для семиместной версии объем багажного отделения по третьему ряду составляет 340 литров или на 70 литров больше, чем раньше. Сложите третий ряд и получите 845 литров, то есть увеличение составляет 80 литров. Максимальный грузовой объем трехрядной модели вырос на 30 литров до 2035 литров. Кроме того, эта семиместная модель также имеет дополнительное пространство над головой на 15 мм для сидящих сзади пассажиров. Под капотом базовой версии Kodiak 2024 двигатель на 1,5 литра, использующего технологию мягкого гибрида. Он работает по циклу Миллера и оснащен турбонагнетателем с переменной геометрией. Двигатель выдает 148 лошадиных сил и имеет эволюцию технологии активных цилиндров Volkswagen Group для отключения цилиндров и экономии горючего, когда дополнительная мощность не требуется. Для еще большей эффективности трансмиссия поддерживает рекуперацию энергии тормозов и внедорожник может двигаться с выключенным бензиновым двигателем. Если требуется больше мощности, 2-литровый TSI имеет 201 лошадиных сил и поставляется с полным приводом, в то время как 1,5-литровый TSI предлагается только с передним приводом. Предлагается и дизельный двигатель на 2 литра TDI мощностью 148 лошадиных сил, который может быть дополнен передним приводом или полным приводом на 190 лошадиных сил. Независимо от версии, 7-ступенчатая DSG будет направлять мощность на дорогу. Главной новостью является плагин Гибрид на базе двигателя 1,5-литрового TSI мощностью 148 лошадиных сил в сочетании с электродвигателем для общей мощности системы 201 лошадиных сил. Есть литий-ионная батарея емкостью 25,7 кВт-часов, которой, по словам Шкода, достаточно для запаса хода на электричестве более 100 км. После разрядки батарею можно заряжать на 11 кВт с помощью переменного или до 50 кВт с помощью постоянного тока. Как и ожидалось, грузовой объем плагин Гибрида уменьшился до 745 литров. Следует отметить, что Шкода будет продавать электрифицированную версию только с передним приводом и шестиступенчатой коробкой DSG. Цены пока не объявлены. Новый Кодиак поступит в продажу в Европе в начале следующего года, поэтому цены будут объявлены ближе к моменту рыночного дебюта. После 841 900 проданных единиц Кодиак переходит на второе поколение, чтобы укрепить свои позиции в качестве бестселлера Шкода. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк и не забывайте подписаться. Ваша оценка нам всегда будет приятно и вдохновит для нового творческого развития. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok